Вот вы говорите с оружием в руках, а вас не смущает все-таки, что посылается-то, и раньше посылалось, ну, пушечное мясо, 80-летней мальчишки в Чечню? Я родился в 59-м году в селе Гойчу. Там детство, вся моя жизнь связана. Там мой отчий дом, дом матери, отца, братьев, сестер. Это моя такая родина. Малая. Вот в этом селе в 2000-м году проживало около 6 тысяч человек. Это большое село, даже по-европейски. Так вот, это село в марте 2000-го года было окружено российскими войсками. На месте, где проживало около 6 тысяч человек, сегодня не стоит ни один дом. Разорвлены кладбища, убиты все мои родные и близкие. Моя мать, вдова ветерана войны, которая мне 6 лет была, когда умер мой отец, с такой большой семьей вырастила. Больная. И в 89 лет она умерла в прошлом году. Не имела права быть похоронен рядом с своим мужем из-за того, что я ее сын, я разделяю идею чеченской независимости. Ее пришлось тайно похоронить. Она умерла в Ингушетии. Так вот, эти люди, это пушечное мясо держало на снегу, мою постельную больную мать, 10 лет. Десять дней. И это пушечное мясо ежедневно подходило, ежесекундно, через час подходило, и между собой клюясь на ее, еще приговаривало, присоединить ее или нет. Понимаете? А вы откуда знаете? Ну вот вы были рядом. Я сам там был. Я знаю то, что я видел своими глазами. Вы знаете? Я вам еще скажу. У меня нету мифов. У меня все естественно то, что я видел. Понимаете? И потом эти танки разравнивали могилы. После этого российские войска, не пуская туда пепелиша жителей, когда там валялись до 2000 трупов людей, эти люди еще неделю до месяца вывозили из села останки чеченских домов, всяких разграбленных имуществ и так далее, колонны российских солдат вывозило это и продавало в соседних селах за бутылку водки и так далее, и так далее. Так что вы знаете, вы не знаете пределы обличия этого пушечного мяса. Понимаете? Это просто садисты и убийцы со всей России, которых сгоняют на убийство чеченского народа. И я не воин. Я слишком люблю красоту. И вот моя любовь к красоте заставляет меня быть против этого страшного уродства, которое несет Путин и остальные. Нет, я хочу остановить эту войну. Я хочу остановить безумие войны в Чечне. И я буду делать все, чтобы остановить эту войну. Все.